Сел за руль пьяным, будешь уволен. Проблему пьяных за рулем военных обсудили сегодня на конференции моряки Беломорской базы. Командир поставил цель снизить количество аварий и наладить теснейшую связь с отделом ГИБДД по выявлению нарушителей в погонах. Как избежать подобных происшествий решали сегодня военные моряки. В бывшем дворце офицеров прошла конференция. Командир Беломорской базы Владимир Воробьев еще раз напомнил подчиненным о дорожных правилах и обратил внимание, безопасность на дорогах во многом зависит и от коммунальщиков. Чистая, посыпанная, не скользкая дорога это одно из обязательных условий без аварийной эксплуатации автомобильного транспорта. Подъезжая сюда мы видели, что вся улица Торцева от снега не чищена и масса автолюбителей, которые сюда на это мероприятие приехали на своем автотранспорте, они столкнулись с большими сложностями как по подъезду, так и по парковке. За прошлый год на дорогах города произошло 7046 ДТП. Военными северодвинского гарнизона совершено 12 аварий с пострадавшими. 13 человек лишились погон за езду в алкогольном опьянении. Таким на флоте здесь считают не место. Пытаюсь понять, в октябре состоялась сомнная комиссия. Почему он в январе до сих пор военнослужащий? Что мешало его уволить? Матрос Руслан Сахник за рулем уже 6 лет. Молодой человек избрал аккуратный стиль вождения принципиально. Как военнослужащему можно сесть за руль пьяным не представляет. Он должен служить примером для своих подчиненных, для тех, кто служит вместе с ним, ну и конечно же для всех гражданских людей и не позорить имя офицера, не позорить имя матроса, если он даже таковым и является. Контроль за дисциплиной осуществляется гораздо больше. Поэтому люди в погонах безусловно, вне всякого сомнения, дисциплинированы, чем обычный, скажем, гражданский, скажем так, персонал. Сухая статистика говорит, что мы в 8 раз дисциплинированнее, чем гражданское население. Но нас все равно это не успокаивает. Мы нацелены на то, чтобы свести до минимума, а по возможности исключить вообще. По наблюдениям контр-адмирала, Северодвинск очень аварийный город. На конференции сотрудники отдела ГИБДД, ВАИ и руководство Беломорской базы решили усилить сотрудничество по выявлению нарушителей в погонах. Ведь некоторые из военных нарушителей при составлении протокола сообщают, что якобы безработные. И таким образом избегают наказания на работе. И такие случаи были. Елена Киева, Семен Тарасов, Вестник Северодвинска.